Доброе утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада! С вами Наталья. Ну что, у нас среда, полнедели пролетела, да? Продолжаем разговор, да-да-да. Погода сегодня, ну прям типичная, октябрьская. Под утро пошел дождь, довольно-таки сильный. Сейчас вот у нас, в нашем районе, он уже закончился. Нет дождя уже. Температура, вы знаете, 8 градусов тепла. Даже не холодно особо. На проветривании везде окна открыты, даже здесь может быть слышно. Поэтому октябрь нас тоже радует. Но все желтые уже, все-все-все желтые. Ну, местами есть зеленые, но в основном уже все желтые. Ну и клен мой практически, одна треть листьев осталось на нем, да. Ну что, а мы вернемся в Туровку, да. Ну, ведь быковский стрим, он же прям вот шедевральный. Там вот, чего не возьми, обо всем можно поговорить. Начну с того, что она сидела и выступала по поводу того, что, вы понимаете, YouTube уже отпал, он ничего не платит. Даже на стримы не приходит то количество людей. Донатеры-то рассосались. Нету тех подачек, которые были. И она говорит, а мне мое время дорого. Да, очень дорого, потому что за это время она могла бы сыр сварить, еще куда-нибудь съездить. Да. Статью написать. И тут же, не проходят минуты, она уже говорит, но я все равно буду выходить к вам в стрим. Даже если вы не будете донатить, даже если вас будет 100 человек, я все равно буду выходить, потому что я вас люблю. Вы понимаете, манипуляции какие? Тут я не буду выходить. Почему я за бесплатно должна работать? Это ее слова. А тут я буду выходить. Ну вот если я сказала, что я не буду в YouTube выкладывать, раз в неделю буду видео, я и выкладываю раз в неделю. Не знаю, может сегодня на дому и в стрим выйду. И тоже на шоколадку поставлю. А почему бы и нет? YouTube-то не платит. Ой, ну в общем это все бла-бла-бла-бла. Дальше. Это один ее. Выпендрешь. Дальше. Как она сама себя обозвала? Сама критика зашкаливает. И шалава, и шаболда, и блять она. Да. А Гришина жена, при том, что она жила 12 лет в сожительстве с Гришей, никто даже об этом не знал. И никто ее не назвал. А знаешь почему? Вот я тебе хочу сказать, а ты знаешь почему? Потому что она не выходила на интернет пространство и не кричала. Я выгнула своего мужа. У меня новый муж. Вот у меня никто, пока ты свой поганый рот не открыла, никто не знал. У них тоже был свой канал. Но никто не знал, что у нее двое детей от предыдущего брака. Может был брак, может не был брак. Что двоих она от Гриши родила. Что они не были в законном браке, а сожительствовали. Я никак не могу понять. Поэтому никто и не говорил. Понимаешь, все, что происходит с закрытыми дверями, никого не касается. Но если ты вышла на большую площадку и об этом рассказываешь, так конечно тебя будут называть и шалавой, и шаболдой, и блятью. Да, как ты говоришь. А как еще? Она удивляется. Вот Марина хорошая, а она вот плохая. А ты не выходила бы и не рассказывала про себя. Ведь ты, когда я вела ютуб канал, у тебя было много подписчиков при Жене Б. Ты же не рассказывала про своих детей. Муж запрещал. А вдруг плохие люди увидят. Ты про мужа только говорила хорошую. Ой, у меня такой хороший муж. Ты же не рассказывала. Да, мы знали, что ты второй раз замужем. Но ты от этого человека рожаешь семь человек детей. И опять же, если бы ты не попрошайничала, к тебе нормально бы относились. И никого бы не волновала ваша, извините, постельная жизнь. Она волнует только тебя. Потому что ты в стриме кричала, что ты да, да, я люблю секс. Все любят секс. Но никто об этом не кричит. Понимаешь? А какой Гриша? Ну мы понимаем, там 27 сантиметров. Ух, огонь, у тебя такого не было. Я чувствую, что до глан достает. И ты все равно об этом кричишь. Но когда тебе будет хреново с Гришей, ты его занесешь по полной программе. Так же, как своего мужа. Как ты говорила? А сколько ты с него замуж вышла? В 15, в 16, в 15, в 16. Ты за него замуж вышла? В 18 лет. Ну спать-то начала с ним лет с 14. Тебе так интересовало вот это все, что ты была так озабочена. И в то же время ты говоришь, что вот до 18 лет родители должны учить детей. А после 18 ты сам как хочешь. Как мать тебя могла научить до 18, если ты в 14 уже убежала замуж? Вот это вот именно вот эти 4 года, когда подростку вкладывают в его бестолковую бошку, что можно, а что нельзя, закладывается. Не то, что детской там вот было до 12, до 14 лет, там был детский сад, штаны на лямках, это в школу ходить надо, уроки делать надо. А когда у тебя началось половое созревание, когда у тебя уже пошел пубертат, тебя захапал дядя, захапал, ты залезла к дяде Боре. Все. И еще. Вот она несет какую-то околесицу. Вот честное слово. Я иногда ее слушаю, и я думаю, господи, где у нас психиатры? Что несет эта женщина? Бабе сороковник у нас. Она уже на стремя ведь заикнулась, что ой, а скоро у меня день рождения. Да ты что? Ну, интересный девки пляж, а мы не знали, да ты что? Сейчас будет на телефон собирать. Но нет, нет. Ей надо собирать на что? На сарай. А потом на пристройку. И тут вдруг опять переворот в воздухе кульбит. И она говорит, примужен. Мне придется, наверное, кредит взять. Потому что сарай надо строить. А этот сидит такой, знаете, этот, шакал из Малвы. А мы пойдем на север, а мы пойдем на север. А он говорит, да, 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 надо взять, да, если надо. Блин, ты что, заработать не можешь? Мужик. Мужик. Ты в Москву ездишь один раз в месяц. А остальное время ты что, заработать не можешь? Вот это заработать. Вот она сидит с этим мужиком. Я даже его мужиком не могу назвать. Тряпка. Портянка. Вонючая. И он сидит такой, да, надо кредит будет брать. Это нам уже что-то, о чем-то говорит. Такой же фокус был с машиной. Ой, у меня машина вся разваливается. До сих пор ездит. Вся разваливается машина. Она опасна для детей. А тебя с ребенком, крылья, мне опасно было из Москвы везти. Так опасно, так опасно. Детьми она ломается без конца. Надо новую машину. После этого прошло уже сколько? Четыре года скоро. Срочно надо машину. Кредит, кредит. Вы мне поможете. Это о чем говорит? Сейчас она. Ей начнут писать ее. Лопоухие. Да, Олечка, бери кредит. Да, Олечка, бери кредит. Если нет денежки. Разгони своих козлов на работу. В чем проблема-то? Всех разогнала на работу. И будут, и тебе и денежки будет, и кредит не нужен. И любить быква. Ты недавно только кричала. Чтоб я в эту кабалу. Да ни за что. Я никогда не буду брать кредиты. Совсем недавно. Год три назад она орала. После машины. Ну, может, и два года назад. Я никогда. Вот сейчас погашу кредит за машину. Больше никогда не полезу в кредит. А тут решила на сарай взять. И опять повесит на своих подписчиков. Скажет, ну, вы же мне писали. Олечка, бери кредит. Вот я и взяла кредит. Ну, помогайте мне теперь. Я же не справлюсь. У меня же 12 деточек. И два мужика на шее, которые не работают. Ни копейки. Вот интересно. Я еще раз даю вопрос тебе. На что Санек твой покупает сигареты? Сигареты сейчас, ну, где-то от 150 рублей. Посчитайте. Каждый день по пачке. Ну, пять тысяч мужику надо. Где он эти пять тысяч заработает? На пивко. Где он это заработает? И, в общем, с кредитом тут будет тот же самый фокус, что был с машиной. То же самое. Уже сарай там строится, там работают рабочие, но она сейчас преподнесет так. Что она взяла кредит. И вы должны, вы обязаны. Вы же так любите Олю. Оля лучше всех. И надо помочь закрыть кредиты. Но вернемся к пункту первому. Когда она... Сначала я вам в видео сказала, что она не платит YouTube. И на стримы приходит тысяча человек. Ой, пардон. Тысяча человек. Какая-то. И то вчера. Ну да, она набрала 7500. Не маленькие дети. Но полоска-то на 700 рублей увеличилась. На сколько? Даже на 1000 не увеличилась. На 800, на 900 рублей она увеличилась. За границей не поможет. Сколько там за границей? 30 долларов прислала. Все. И это все. Она теперь еще ВТБ подсоединила, чтобы без процентов, чтобы народ легче кидал ей. Все. Все для блага человека. И вот что я хочу сказать. Вот именно муж, который не может заработать денег. Я не говорю о том, что она там несла колесию, мужская работа, женская работа. Она не хочет ничего делать. Она хочет сладко жить. Ты думаешь, ну что она Гришу? Гриша сидит на ее шее. Ну как на ее шее? За ее счет. Ну она себе такое. Она ведь мужа купила. А при этом она может ему позвонить, сказать, дорогой, приди и миле жопу помой, пожалуйста. А то она обкакалась. Попу помой. Да. Приди, пожалуйста. И он такой. Хи-хи-хи-хи. Да, сейчас приду. Да, дорогая. Да, дорогая. Конечно, дорогая. Обязательно, дорогая. Вот так себя ведет мужик. Вы считаете, это мужик? Я считаю, что это вообще. Что Санек там сидит. Я не знаю. Санек что-то высиживает. Потом идти за дочери. Блин, тоже такой же лодырь. Он не хочет работать. Ну я еще раз говорю, Санек, найди себе в Тамбове работу. Сними себе квартиру недорогую или комнату хотя бы. На выходные приезжай, ради бога, к Быковой на такси. Можно приехать. Или тебя отвезут. Быкова в Тамбов мотается без конца. Что она тебя привезти не может. Гриша мотается в Тамбов. К своим детям. Взял и завез тебя, отвез к твоим детям. К твоему дитю. А не к твоим детям. Не знаю. Ну то, что она уже кричала, что она секс любит, мы уже это поняли. Там видно уже в полный рост идет половая жизнь. Поэтому вопрос. Когда мы увидим первый тест? Так как она кормит, можно сказать, не кормит, три капли, но ребенка всего обсыпала, что ребенок на смеси, полноценной кормушки там нету, я так думаю, что у нее уже скоро придут критические дни, и она смело сможет забеременеть. То есть я думаю, что первые, ну наверное в декабре, тоже первый тест нам покажут. Если она не будет предохраняться, но она не предохраняется от своих детей, и от Гриши тоже, ну ждем в декабре первый тест. А может в ноябре. Ну я думаю, это в декабре будет. Но она же хотела похудеть, привести себя в порядок. у тебя не получается так. Ты только начала себя приводить в порядок. А на свадьбу уже беременная и уже как сноп вышла. Да. ни рожи, ни фигуры, ни рожи, ни фигуры, ничего. Поэтому здесь все то же самое. Ну ждем сегодня. Что-то она вчера нас только шорс показала. Вчера ни статьи не было, ни видео не было, вообще ничего не было. Она после стрима всегда сидит, дня три затихарится. Помните, как она? Три дня она сейчас будет где-нибудь денежки эти пересчитывать. А нет, они, наверное, сейчас дебет с кредитом подводят, сколько им надо на сарай. Она сказала, что я теперь буду выходить часто и собирать на сарай. Я говорю, бел полярочка у нее, точно. Тут я не буду выходить, потому что Ютуб не платит и ей дорого свое время. А тут она уже, я буду выходить и просить на строительство сарая. Туши свет. Это Быкова. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Хорошей вам погоды, хорошего настроения, конечно, здоровья. До встречи. Увидимся. Всем пока-пока.